Время прошел инфомарафон, посвященный реабилитации детей, страдающих аутизмом. Поделиться опытом приехали специалисты из Израиля. Страна является лидером в этом направлении. В семинаре приняли участие около 150 человек. Это врачи, педагоги, родители. Посетить занятия смогли далеко не все желающие, поэтому сегодня мы пригласили в студию специалистов в работе с детьми-аутистами, руководителя группы «Суламот» Марину Слепян. Марина, доброе утро. Здравствуйте. Марина, здравствуйте. Давайте в первую очередь вкратце расскажем, что такое аутизм. Когда появляется это заболевание? Попробуем вкратце. Аутизм – это нарушение или особенность, или расстройство, которое существует у почти 1% населения нашей планеты. На сегодняшний день 1 из 68 детей диагностируются с аутизмом. Нарушение, которое захватывает многие области. Основная область – это коммуникация и социализация. Со стороны такие дети выглядят невоспитанными и ведут себя неадекватно и странно. Но, конечно, это не вопрос плохого воспитания, а это именно объективные причины, по которым они так себя ведут. Существует большое количество методов коррекции аутизма. Вот один из самых популярных в мире – это авотерапия или прикладной анализ поведения. Вот в чём преимущество вот такой терапии? Дело в том, что для того, чтобы найти общий язык с нашими детьми, необходимо владеть определёнными методиками и инструментами. Представьте себе прекрасный логопед, который может поставить звуки буквально любому ребёнку, и к нему попадает ребёнок с аутизмом. Он начинает с ним работать, а ребёнок с аутизмом не реагирует к нему. Вообще никакого сотрудничества. Для того, чтобы найти общий язык с таким ребёнком, ему необходимы определённые инструменты. Эй-бей или аботерапия, что вы говорите, это и есть такой инструмент, который позволяет, который основывается на законы поведения. Мы все живём по этим законам, знаем мы этого или нет. И который использует эти законы для того, чтобы найти общий язык с детьми с аутизмом. Но в результате этого действительно ли можно ребёнка вернуть в нормальную, обычную школу, сделать его таким, как не все, но чтобы он не был каким-то особенным бобилой вороной в обществе? Аутизм – это спектр, как мы говорили. Есть люди, которые полностью зависят от окружающей среды, они не самостоятельны. Есть люди, которые пришли к взрослой самостоятельной жизни. Они, наверное, всегда будут так или иначе отличаться, ну, скажем, от вас с нами, если предположить, что у нас с вами нет аутизма. У них, наверное, будут некоторые странности поведения. Они, может быть, будут слишком наивными, они, может быть, не будут понимать тех или иных шуток. Но даже самые высокофункциональные аутисты, которые проходят успешный процесс реабилитации, они немножко отличаются от других. При этом, если рано начинать реабилитационный процесс, то в Израиле к школе стараются привести детей к инклюзии, то есть поместить их в общеобразовательные рамки с сопровождающим и постепенно дать возможность таким детям выйти на путь самостоятельности. Что, по вашему мнению, нужно сделать в России для того, чтобы наладить работу с аутистами, вывести ее на новый уровень? Ну, если посмотреть на весь маршрут, то это идет, начинается с ранней диагностики. Это очень важно, уметь рано диагностировать. Это первое. Ранняя диагностика, почему она важна? Потому что раннее вмешательство – это залог успеха реабилитации. И поэтому мозг еще пластичный, и все процессы, они быстрые. И поэтому, чем раньше начинаем, тем больше шансов, что у ребенка будет больший прорыв. Это первое. Второе. После диагностики нужны специалисты, которые с диагностированными детьми смогут работать. Для этого в Израиле есть так называемые коммуникационные сады, детские сады, куда ходят только дети-аутисты. Они не смешивают детей с аутизмом. В этой группе находятся до восьми детей, там много специалистов разноплановых, мультидисциплинарные специалисты, которые работают с такими детьми. Они не смешаны с другими детьми. Почему именно? Потому что я с самого начала говорила, у них совсем другие цели и задачи. Ребенок, например, даун, он очень социализирован. А у наших детей основная проблема – это коммуникация и социализация, и найти к ним подход. Следующий этап – это школа. Это может быть или коррекционные школы, или инклюзия. В том или ином есть разные модели. После этого, когда уже люди вырастают, это уже зависит каждый от своего уровня, есть, во-первых, программы высшего образования. То есть есть программы, поддерживающие в университетах, для таких ребят, которым все-таки нужна помощь, несмотря на то, что они могут учиться в университете. Есть у нас подразделение в армии, которое использует особенности мышления аутистов, и эти ребята служат в разведке. Даже в армии? Да, в армии. Потом у нас есть национальная служба, где можно пойти волонтером. Такие дети идут волонтерами. И третий вариант – менее самостоятельных ребят. Есть различные программы для трудоустройства и различные хостели, где живут такие ребята, естественно, со специалистами, и целый день они находятся... Ну, это даже не интернат, потому что можно из него выходить, но они там, в принципе, живут, и какую-то часть времени они проводят самостоятельно, какую-то часть времени есть какое-то трудоустройство, вот мастерские. Да, я думаю, вы сейчас приободрили многих родителей, дали им надежду какую-то. И сразу же после вашей беседы у меня, как у мамы, например, создало ощущение, что аутизм-то это не приговор, как чаще всего стереотипно размышляют очень многие в нашей стране. Спасибо вам большое, Марина. Удачи вам в вашей работе. Спасибо вам.